Продолжаем знакомство с Коус и сегодня о том, как устанавливать плагины и о тонких настройках бота. Итак, мы установили бот в Telegram. У нас есть бесплатный GPT-4, но он какой-то ограниченный, хотя и умный. Например, не может сказать, какая сегодня погода в Белграде. Идем исправлять. И делать это мы будем с помощью плагинов, которых здесь превеликое множество на данном этапе, а через пару месяцев будет в разы больше. Сортировка по популярности и по категориям. И первый по популярности – Google Web Search, который подключается вот так, нажатием одной кнопки. Этот и все последующие плагины, которые вы будете подключать. Плагин добавлен, и если теперь поинтересоваться погодой в Белграде, он воспользуется плагином, поищет в Google и ответит. То есть мы имеем GPT-4 с доступом в интернет. В боте для отладки мы имеем доступ в интернет, а в нашем Telegram-боте почему-то нет. Почему? Потому что все изменения бота нужно публиковать. Вы отлаживаете работу, когда понимаете, что все нормально – публикуете. Собственно, для этого тут description и история версий. А здесь можно посмотреть историю публикаций с возможностью откатиться до предыдущей стабильной, если вы в чем-то напортачили. Собственно, теперь после публикации бот в Telegram имеет доступ к Google Search и может искать информацию в интернете. Так можно удалять плагины. А так добавлять новые. На втором месте по популярности у нас дали. Это логично. Возможность бесплатно генерить картинки прямо в Telegram наполняет меня энтузиазмом. Мне кажется, года полтора назад я рассказывал про Миджони и это было чудо. Но все помнят танцы с бубнами в дискорде, платные аккаунты и т.д. Если бы мне тогда сказали, что это все будет бесплатно в вашем личном боте в Telegram, я бы не поверил. Генерит он не быстро, но и не долго. Мне кажется, секунд 30. Ну и собственно вот. Если вам нужно какое-то специфическое действие – идите в плагины. Если нужного плагина здесь нет – он тут скоро появится. И пробежимся коротко по настройкам. Именно что коротко, потому что по коуст точно нужен курс. Я, мне кажется, впервые сталкиваюсь с сервисом с таким огромным потенциалом, который виден даже при беглом знакомстве. И ясно, что здесь есть все, чтобы этот потенциал перевести в актуальное состояние. И начнем снизу, потому что тут все просто и пригодится рядовым пользователям. Автопредложение – это когда после ответа нейросеть предлагает три варианта ваших последующих вопросов. Удобно, но если вы сделаете, например, бота для тренировки английской разговорной речи или для просто поболтать, то явно не нужно. На этот случай тут есть возможность отключить или даже настроить. Voice в Telegram, например, не работает. По-моему, как-то это реализуется с помощью плагинов, но в любом случае это задел на будущее, когда пойдут голосовые чат-боты. Открывающий диалог. Если вы используете нейросеть не для дома и семьи, а, скажем, делаете онлайн-консультанта в Райфайзенбанке, логично, чтобы он представлялся и задавал какие-то единообразные вопросы на первом этапе. Задание по расписанию. Это тоже задел для больших ботов, когда нужно выполнять какие-то действия с определенной периодичностью. Файл бокс служит для обмена файлами с пользователями. Пока не понимаю, какой может быть алгоритм использования, с этим надо разбираться. А вот с этим разбираться не надо. Долговременная память. Если делаете бота для себя, то, конечно, надо включать. Бот будет к вам привыкать со временем. И четыре верхние настройки, которые как раз и дают представление о потенциале, который сосредоточен в коус. Работа с базами данных. Это SQL без программирования. Составляете костяк баз данных, нейросеть будет эту базу заполнять. Работа с переменными. Опять же программирование без программирования. База знаний. Тоже чума. Скармливаете нейросети файлы или даже URL со ссылкой на то, чем занимается ваша организация. И нейросеть будет учитывать это при ответах. По сути, это тоже баз данных, но фиксированная. И наконец, воркфлоу. Причинно-следственные цепочки. Хорошо знакомые тем, кто делал чат-боты года три назад. Последовательность действий с элементами программирования, который может свести любой диалог к воронке, хотел сказать, продаж, но нет. К любой воронке целей. Ну и собственно вот. Какие мои прогнозы по этому поводу. В ближайшее время это будет уделом гиков, которые нагенерят здесь очень много всего полезного. Потом сюда зайдет большой бизнес. То, что вы можете сделать здесь за день на голову превосходит онлайн-консультанта Сбербанка, который стоит миллиарды. Это выведет AI-чат-боты на новый виток. Ну и дальше уже Скайнет. Шутка. I'll be back. Тоже шутка. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.